Бонас Диас! Приветствую всех на канале Алла Адриатика. Сегодня я продолжу рассказ об отдыхе на Тенерифе. Мы находимся в национальном парке Тенерифе. Посмотрели прекрасное зрелище, полюбовались натуральным спектаклем, подаренным нам природой вулканом Тейде. Кто не смотрел, можете посмотреть в моем предыдущем видео. Сейчас мы спускаемся с высоты 3000 метров над уровнем моря. Мы все еще над облаками. Пейзаж незабываемый. Такое прекрасное зрелище можно увидеть только из самолета, наверное. Красота! Облака где-то внизу. Такой пейзаж не всегда можно увидеть. Внизу на пляже всегда намного теплее. Кто захочет полюбоваться вулканами, подняться на высоту 3000 метров, обязательно надо одеться потеплее. Вот я оделась как капуста. Постепенно снимаю с себя курточку, кофточку. К набережной, наверное, буду уже в купальнике. Едем в местный ресторан пообедать. Здесь, в национальном парке, не так много ресторанов, как в туристической зоне на побережье океана. Там ресторанов гораздо больше. Мы всегда пользуемся советом местных жителей. Какой ресторанчик они нам порекомендуют. Вот туда мы и едем. А пока порекомендовали они нам ресторан на банановой ферме, где выращивают бананы и где есть свое хозяйство. В таких ресторанах очень-очень вкусно готовят, потому что все натуральное, собственного производства. Посмотрим. Кима, мы приехали в прекрасное место. Тут очень известный ресторан, называется Бананетто. Он окружен вот растениями, пальмами с бананами. Вот так вот растут бананы. Вот такая гроздь бананов. Тут целая посадка бананов и в этом прекрасном месте внутри находится ресторан. Эль Кальдер называется. Очень известный на Тенерифе, а в народе называется Бананетто. Смотрите, какие прикольные, как они растут. Прям гроздь такой, гроздь. Я сама раньше не видела, как они растут, бананы. Зашли во внутрь ресторана. Он очень необычный, все в зелени. Снаружи все окружено посадками бананов. Называется Бананетто. Смотрите, какая красота. Тут еще птички, гнездышки с птицами. Новогодняя елочка. Очень красиво, как в заповедник какой-то попали. И тут очень-очень вкусно готовят, конечно же, мясо. Рыба возле моря, возле океана, а здесь такое место вот мясное. Смотрите, какая красота. Вот сколько у них целая корзинка бананов. Красота. Очень красивый ресторанчик. И в рыбном ресторане, и в мясном всегда принесут соус моху. Но тут нам принесли белый и красный. Вот. И сейчас мы заказываем мясо. Белым, белого цвета. С майонезом просто. Релакс полнейший. Очень приятный ресторан. Если будет возможность, если попадете на тенериф, обязательно рекомендую. Два зала тут, мои дорогие. Огромных таких. Все блюда из мяса, которые тут готовят, мои дорогие, вот телевизор там вдалеке показывает, рассказывает, что все это их хозяйство. У них есть и коровки есть у них, и козы, и кролики. И я заказала анело, ягненка. Все вот по телевизору там показывают и рассказывают. Это все их продукция. Поэтому очень вкусно. Поэтому очень знаменитый, известный ресторан, называется El Caldero. Я подошла поближе, чтобы показать. Вот по телевизору, что показывают. Это их вот ролик-видео. Вот так вот выращиваются бананы, бананелла. Это их коровки. И потом будут показывать блюда, которые они готовят. Это все их хозяйство. Своё хозяйство и своего мяса они тут все готовят. В Италии это называется агритуризм, когда ты кушаешь в ресторане, где вот рядышком есть своё хозяйство. Потому что мы знаем, что продукты сейчас не очень-то хорошие. А когда идёшь в ресторан, вот блюда показывают, которые они готовят. Запечённое мясо, вот такие ребрышки свиные или там кусочки мяса. Вот это вот всё в их блюдах, которые они готовят в ресторане. Можно посмотреть. Вот такое блюдо. И огнёнок, который я заказала, сейчас принесут. Очень интересный ресторан. Вот такое блюдо. Все мясные блюда. Перчик такой вот с мясом. На гриле мясо вкуснейшее. А это вот ресторан внутри, то что я вам показываю, вот разворачиваем. Ладно, иду к столу ждать. Блюда принесут, я вам покажу. Принесли вот такую сосиску, она называется чит-стор. Это как антипаста. Вкуснейшее. Принесли вот такое прекрасное блюдо. Ягнёнка с овощами. Робби ребрышки свиные. Но мы потом поделимся. Как всегда, картошечка, тенерицкая картошка, канария, картошка канария. Вкуснятина. Ребята, оно все шкварчит. Прямо на сковородке приносят, чтобы быстро не остывало. Ягнёнок. Здесь, ребята, не туристический ресторан, который вот на набережной. Там в основном все туристические рестораны. Можно найти хороший, где вкусно покушать и в принципе не проблема. Но когда вот в ресторан посещают местные жители, это говорит о многом. Потому что этот ресторан находится не в зоне пляжей, а немножко наверху. Надо вот ехать или машиной, или автобусом. Но зато здесь прекрасно. Здесь вы почувствуете настоящую атмосферу тенериц, настоящую кухню канарскую. Это да. Мы, ребята, не стесняемся то, что не доели, берём с собой без проблем. В Европе это нормальное явление. Наверное, и у нас в России, на Украине, Белоруссии и так далее. Это тоже нормально. Просто всё съесть не удаётся. Смотрите, какие блюда несут, смотрите. В подарок дают бананы, смотрите. Тут все в подарок дают бананы, потому что они тут растут. Они тут растут, как яблоки в саду. Нас пригласили посмотреть, как растут бананы. Я хотела заснять сама вначале. А они вот такие хорошие тут спанёли. Тенерифиани. Пригласили нас посмотреть, как растут бананы у них на ферме. Вот, мои дорогие, вот так вот растут бананы. Это бананная ферма. Гроздьями такими красивыми. Такой вот... Классно такие столы. Тут, видно, тоже делают ужин, обеды, не знаю. Вот такие гроздья бананов. Смотрите, какая прекрасная красота. Мы опять попали в сказку. Гроздья бананов. Их тут дарят. Дарят, как яблоки у нас. Смотрите, какая красота. Большая вот эта бананная ферма. Смотрите, сколько бананов. Такой цветок банановый. Очень интересно. Прям гроздья бананов, эти ещё не доспели. На Тенерифах выращивают бананы на продажу. Отправляют их потом в Европу на продажу. Но тут бананы такие вот, канарские бананы называются. Они не очень большого размера. Они такие, как прям настоящие, африканские. Я думала, они как-то по отдельности растёт себе один бананчик. Первый раз. Действительно вижу первый раз, как растут бананчики. Тут растут ещё папайя, не только бананы. Вот так растёт папайя. Вот так растёт папайя. И перчик. Ну перчик растёт и у нас в Италии. Вот такие банановые пальмы. А внутри там ресторан. Дорогие мои, целую вас. Обнимаю. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До встречи в эфире. До встречи в эфире. До встречи в эфире. Воубь.